В Беларуси горят заводы, тонут города и взрываются на бомбах пропагандисты. Все это сегодня обсудим подробно. Чиновники отгородились от простых людей забором, но не простым, а зеркальным, чтобы его вообще не было видно. То есть сдалека ты по сути даже не поймешь, что там кто-то живет или вообще там есть какое-либо строение. Таким образом эти чиновники отгоражаются от простого населения. Вот что ждет людей при диктатуре. И это только начало. Появилось видео, на котором оператор пропагандистского канала Россия 24 попал на мил. Вот оно еще одно, пацаны. Видео я не могу показать целиком на канале, но в описании обязательно оставлю ссылку на него. Беларусы крайне остерегаются походу в военкомат. Появилось видео в тикток, где мужчина объясняет причины своего опасения, даже имея троих несовершеннолетних детей. И главное их заявление. Ну, может быть, а может и не быть. Значит, захожу в военкомат, кладу, короче, телефон в ячейку. Типа с телефонами нельзя. Ну, иду, поднимаюсь. Оказалось, что это типа сверка. Вот военник. И, короче, что они там дали заполнить анкету. Якобы анонимно узнали там какие-то данные о работе, там состав семьи. И вклеили вот такую вот бумажку. Бумажку. Там написано, куда, в какой пункт я должен типа прибыть. И говорит, ну, вы не волнуйтесь, у вас трое детей, вас не замотают. Хотя это все так неуверенно, короче, говорилось. Говорит, ну, если там позовут на сборы, будете там охранять какие-то объекты. Будете там документы заполнять. Ну, переживайте, все будет хорошо. В Белогородской области дети просят, как вы думаете, что? Убежище. То есть они, по сути, просят у Путина бункер. Путин так довел страну, что теперь дети вынуждены видеообращение записывать и бункер просить. Виктор Ильич, Вячеслав Владимирович, дайте, пожалуйста, нам убежище. Укрытие. Российских мобилизантов свои же приковывали к деревьям. В общем, один из командиров батальона не поладил со своим начальством, так как вынужден был покупать какие-то комплектующие за свой счет. Он этим возмущался. Начальству не понравились эти самые возмущения. И его просто отправили в лесополосу и привязали к дереву, где шел в этот самый момент артиллерийский обстрел. Лукашенко заявил о том, что хочет провести в Беларуси самые честные выборы. Когда я слышу подобные слова от Лукашенко, я даже не знаю, смеяться или плакать. Ну, плакать тоже от смеха. Ну, а выборы постараемся привести так, чтобы комар носа не подточил. Нам нет никакой необходимости тут, как это было и в прежние годы, давить административный ресурс использовать. Мы честно и порядочно способны провести эти выборы. В Лицком районе нашли детский стихийный лагерь с западным следом. В комнатах были надписи на иностранных языках. Вот такую надписи госсимволы европейских стран нашли в нескольких комнатах. Правда, навязать свои идеи организаторы не успели. Псевдолагерь закрыли спустя день. Работа по мониторингу в районе продолжается. Если надписи на английском, значит западная рука. Паджодина река Плиса буквально устелена мертвыми карасями. Мор рыбы. То ли какое-то предприятие сбрасывает что-то в эту самую реку, либо кто-то привез туда и что-то вбросил. Ведь мор рыбы просто так не происходит. Особенно в эту пару года. Если у белорусов нет денег съездить в горы на водопад, то не беда. Белорусские ЖКХшники обязательно смогут устроить каждому белорусу импровизированный водопад. Прямо в жилом доме, в подъезде. Если я не съездила на отдых к водопаду, то водопад пришел ко мне. Очередной дождь и очередной потоп у нас в подъезде. Такая ситуация разворачивается по всей стране. Дома не получают капитальных ремонтов и зачастую тонут. Данное видео из Мозыря. Улица Бульвар Юности, 21. Пикет ногой. В Минске парень из приемного покоя больницы отправился в тюрьму. В Минске в приемном покое больницы номер 5 задержали мужчину за несанкционированное пикетирование без разрешения городских властей. На его ноге была татуировка погони. За это его отправили на Окрестина на 7 суток. Сам мужчина в суде пояснил, что никаких общественно-политических целей не имел. А какие могут быть политические цели человека на больничной койке. Но это никого не остановило посадить человека. Если они боятся погони, если они боятся историй, то значит они осознают свою вину. В Беларуси произошел пожар на МПЗ Нафтан. Горел блок оборотного водоснабжения в градирне. Причины пожара не раскрываются. Естественно, никто не будет раскрывать причины пожара, если ваша техника в плачевном состоянии. Карпенковцы, то есть мусора белорусские, будут готовить журналистов. Анонсировано создание нескольких школ юных журналистов при внутренних войсках. Вы понимаете? Милицейское государство. Все ключевые должности занимают мусора. Директора заводов, предприятий – мусора. Директора ЖКХ – мусора. Теперь они и журналистов готовить будут. Как могут подготовить военные журналистов, особенно лукашенковские военные? Беларусь тонет. Брест, Гомель, Минск. Вся страна тонет. Видео, как реально из Ноева ковчега. Вся страна поглощена водой. И это не просто проблема дождя. Это проблема системы. Нет сливных систем. Они просто не работают. И никто не думает, как решать проблему. Ведь решения проблем миллион. Причем на этом еще и заработать можно. Ведь можно сделать нормальную дренажную систему, куда будет сливаться вода. А потом этой водой поливать газоны в городе. Например, как минимум. Но зачем заморачиваться? Пускай белорусы раз в год или два раза в год поплавают. Не так ли? А люди, которые живут в частных домах, каждый год по факту теряют колоссальные средства. Затопило дом? Жить невозможно. Снимай жилье. Высох дом, пришел, все выбросил, собирай новое, покупай. Ну, в общем, вы понимаете. И никого это не волнует. Налоги плати, а государство ответственности никакой нести не хочет. Так нахрена тогда такое государство? Если с тобой вдруг что-либо случается, оно не при делах. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok